МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Культуру в массы. Работники отрасли подвели итоги года на масштабном форуме. Детские сады детям. В Республике до Нового года откроется еще ряд детских дошкольных учреждений. Взаимодействие органов местного самоуправления Чуваши с контрольно-надзорными органами нельзя назвать гармоничным. К такому выводу пришли участники совещания по вопросам межведомственного взаимодействия. На 1 декабря 2014 года по данным органов местного самоуправления количество запросов надзорных органов по документам находящихся на публичном доступе, интернете и так далее к органу местного самоуправления составил 120 запросов. В то же время, показываемые в динамике, на этот же период 2013 года таких запросов было 163. Вместе с тем количество запросов к органу самоуправления по-прежнему большое. Зачастую ответить на запрос требуется в день его получения. Этот факт сильно тормозит рабочий процесс. Ведь помимо ответов на запросы от Роспотребнадзора и МЧС у представителей исполнительной власти еще очень много работы. Особенно к концу года, подчеркнул Станислав Николаев. В ходе заседания были обнаружены некоторые нестыковки в отчетных докладах представителей Совета муниципальных образований и контрольно-надзорных органов. Глава республики поручил представителям ведомств немедленно решить возникшую проблему, чтобы не возникало разночтений. Должен занимайте, а ничего не делайте. В течение месяца согласуйте все эти формы, чтобы вот этих споров вообще не возникало. Потом же отчитывайтесь, они, соответственно, по своей линии, вы по своей линии, а потом будут сводить на уровне федерального центра по ведомствам. Помимо прочего, обсудили и проблемы частного характера. Так, в Вальковском и Бресенском районах в ходе проверок был обнаружен ряд нарушений, ущерб от которых составляет 126 миллионов рублей. Глава администрации муниципалитетов обещали наказать виновных и устранить нарушения до февраля 2015 года. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич собрал журналистов на традиционную предновогоднюю пресс-конференцию. Разговор продолжался два с половиной часа. Сейчас наша съемочная группа возвращается из Нижнего Новгорода, успев сообщить по телефону, что полпред считает уходящий год довольно успешным для округа. В 2014 году в шести регионах по Волжье избраны губернаторами в двух парламентах. Завершилась реформа местного самоуправления. По ее итогам готовится ряд законопроектов, принятие которых даст муниципалитетам большую финансовую свободу. Обсуждались и события на Украине, и их последствия, которые ощутили все субъекты округа. На Волгу приехали тысячи вынужденных переселенцев, открыты более 320 пунктов временного размещения. Огромную поддержку братскому народу оказывают жители поволжских городов и сел. Подробнее о том, что еще отметил полпред в числе достижений и какие задачи поставил на следующий год, мы расскажем завтра в программе «Республика». Сегодня в Чебоксарах подвели итоги года культуры. Работники отрасли собрались на форуме, который прошел в рамках сетевого марафона культурных событий. Чем запомнится 2014-й и какое наследие он оставит потомкам, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В этом концертном зале собрались главные герои уходящего года. Режиссеры, актеры, художники, писатели и музыканты вместе им удалось создать неповторимые шедевры. Все, что планировали, сделали. Такую оценку поставил работникам отрасли глава региона. В «Республике» в этом году культурный марафон был богат грандиозными фестивалями и выставками. Те, кто руководит коллективами, отмечают. Уровень концертных программ за последние годы повысился. Надо людям говорить о теплых наших отношениях в целом и к зрителю, чтобы зрители притягивались к нам. А если же зритель к нам приходит, их надо именно обустраивать, я говорю, именно высоким достойным исполнением, чтобы зрители не говорили, ах, мы ожидали одно, но получили другое. Задача культуры – это все-таки каким-то образом отрываться от каких-то примитивных форм отношений и переводить эти отношения в область душевного, в область духовного, в область сердечного, в область человеколюбия. Вот это самое главное. И в этом смысле, я думаю, что можно пожелать в следующем году только успехов на этой Ниве. В год культуры было сделано немало и для работников отрасли. Поэтапно повышается заработная плата, средства из бюджета выделяют на модернизацию домов культуры. Но даже век бурного развития мобильных технологий интернета ничего не заменит истинных ценностей – книги, театры и кино. В этом деятели культуры уверены. Создаются условия для развития творческой среды, дальнейшего формирования культуры человеческих отношений, культуры труда и отрица. Вот я уже на публичных мероприятиях говорю, чтобы труженик любой отрасли, труженик труда сегодня был на высоком, достойном уровне. Времена с 90-х годов они проходят, ибо уже подрастают новые поколения. Эти молодые люди, они уже с другим мышлением. На форуме в Чебоксарах итоги уходящего года подводили и деятели культуры из Татарстана, Ульяновска, Мариэл и Башкортостана. Задачная перспектива общая для всех. В отрасли сейчас немало нерешенных проблем. К примеру, сейчас на селе не хватает молодых и квалифицированных специалистов. Это сказывается на качестве предоставляемых услуг. Проблема доступности культурных и образовательных услуг в сфере культуры для жителей отдаленных населенных пунктов. Консолидация наших усилий позволит не только сохранить достигнутый уровень, но и совершить новый прорыв культурной деятельности. Лучшим из лучших на форуме вручили награды. Свидетельство о предоставлении грантов, дипломы и звания заслуженных работников. Мэтру театра Валерию Яковлеву приятную новость привезли из Москвы. Режиссер стал лауреатом. Престижная премия «Золотая маска». Я оказался в соседстве Майки Лисецкой, Арменом Джигарханяном и в соседстве великим мастером, режиссуру, мировым мастером Петерштайном. Это вот просто немыслимая награда. Сегодня же на форуме у двух учреждений культуры пополнился автопарк. Их руководителям вручили ключи от новых микроавтобусов. Работники отрасли передали эстафету писателям. 2015-й провозглашен годом литературы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В Чувашию прибыл чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации. Возможность его визита обсуждалась еще в сентябре, когда республику посетила делегация одной из турецких провинций. С господином Умитом Ердымом встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вслед за визитом Владимира Путина в Турцию чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики начал предметное знакомство с регионами России, начав с Казани, где есть представительство. Наша республика – второй субъект округа. Турецкая страна заинтересована в установлении партнерских отношений с Чувашией в сфере образования и бизнеса. Чрезвычайный и полномочный посол Турции успел сегодня побывать в Чувашском государственном университете, а также на двух чебоксарских предприятиях – Экре и Аконде. И остался очень доволен увиденным. В столице республики к открытию готовятся пять новых дошкольных учреждений. По поручению главы республики депутаты городского собрания объехали еще недостроенные детские сады, чтобы проверить, уложатся ли строители в обещанный срок. Успеют или нет – именно этот вопрос был главным во всей поездке. До открытия детских садов осталось ровно две недели, а работа еще не початый край. Клупается потолок. Вот. А что еще в здании? В этом доме уже клупается. А как это приведет в порядке? Перекрашивать. Все новое – это хорошо забытое старое. Около 30 лет назад в этом здании уже был детсад. Потом его переоборудовали в детскую спортивную школу. А сейчас здание вновь превращается в дошкольное учреждение номер 113. Почти 300 малышей уже в следующем году смогут посещать этот детский садик. Пока дел очень много, все дружно работают. Больше всего зависит от строителей. Сами, значит, детский сад готов. Ольга Васильевна все сделала, чтобы все коллеги помогали. Депутаты собираются прийти на субботник. Мы будем точно так же, как сейчас все садики, помогать друг другу с формированием комнат, мест отдыха. Вот мы точно так же придем и будем помогать всем нашим детям, чтобы как можно скорее дети пошли в детские сады. А в этом детском саду уже практически все готово. Осталось лишь застелить кровати да помыть окна. Детский сад номер 203 рассчитан на 15 групп. Причем 8 из них ясельные. Поэтому мамочкам нового микрорайона, которые не желают долго сидеть в декретном отпуске, будет куда устроить своих чад. В городском бюджете дополнительные средства предусмотрены. Потому что, как видите, много у нас детских садов открывается. Поэтому городской бюджет предусматривает их финансирование. И мы уже запланировали, что за счет какой экономии средств можем покрыть вот такие чудесные условия. Потому что и 113 садик с бассейном, и этот садик с бассейном, они каждый сам по себе отличаются. Но тем не менее это большой комфорт. Потому что вот мы в свое время такого, конечно, не видели. А то, что сегодня сделано, это, в общем-то, для воспитания детей счастливыми и добрыми. Детский сад Непоседы вырос с нуля всего за 4 месяца. Кстати, название этого дошкольного учреждения придумали сами жители города. Для этого администрации был организован конкурс, по условиям которого все желающие могли придумать отличительное имя садику. Детский сад вызвали за очень короткие сроки, за 4 месяца. Я думаю, 25-го у нас день открытия детского сада. К этому времени мы успеем, потому что основные работы уже завершены. Остались только мелочи. Но за такие короткие сроки сделать такой красивый детский сад. Открытие большого количества новых детских садов позволяет снять напряженность с очередностью в дошкольные учреждения. За три года, начиная с 2011-го, в республике построено 23 детских сада. И на это ушло более 2 миллиардов рублей. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах мошенники обманывают пенсионеров под предлогом выплаты компенсаций, сообщили в МВД по Чебошии. Полиция устанавливает личности мошенников. Только за вчерашний день похитивших у пожилых жителей Чебоксар порядка 350 тысяч рублей. 84-летней хозяйки дома по улице энтузиастов, молодая женщина среднего роста и худощавого телосложения, представилась почтальоном. Когда пенсионерка впустила ее в квартиру, незнакомка похитила 50 тысяч рублей. По словам пострадавшей, злоумышленница свободно разговаривала на чуварском языке. В тот же день, 15 декабря, неизвестная с похожими приметами, под видом работника социальной службы зашла в квартиру к 89-летнему Чебоксарцу из дома по улице Ярославской. Под видом выплаты компенсации она попросила у хозяина документы и открыто похитила около 300 тысяч рублей, лежавшие вместе с бумагами. В ходе поквартирного опроса полицейские выяснили, что ранее подозреваемая заходила к соседям потерпевшего, которые подсказали номер квартиры последнего. Начато расследование, раскрытие данных преступлений взято под контроль начальником ОМВД России по городу Чебоксара, полковником полиции Сергеем Павловым. МВД Почеварской республики просит граждан быть осторожнее и не впускать в дом посторонних людей. Предупредите пожилых родственников об опасности общения с незнакомыми лицами. О подозрительных фактах сообщайте в полицию. Больше полувека прошло с тех пор, как в страшном пожаре в школе деревни Эльборусово Мариинско-Посадского района погибли 106 детей и 4 учителя. Это событие вошло в историю как эльборусовская трагедия. Накануне память жертв почтили дружины юных пожарных Чуваши. Они собрались в Чебоксарах на республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Стометровая полоса препятствий, прокладка рукавов для тушения условного пожара и штурм учебной башни. В этих традиционных для профессионального пожарно-прикладного спорта дисциплинах соревновались 22 команды в трех возрастных группах. Самым младшим 12 лет, старшим 17. Жюри оценивало скорость и точность выполнения заданий. Первыми в общекомандном зачете стали представители кружка станции юных техников и села Маргауша. Второй результат у спортсменов Мажарской средней школы Янтиковского района. На третьем месте дружина Верхнеочагской школы Ядринского района. Сейчас школьники боролись за переходящий кубок. Но в будущем главной наградой за такие умения, возможно, станут спасенные жизни. Далее наш эфир продолжит программа «По существу». Гость студии, председатель общества защиты прав потребителей по вопросам ЖКХ Чувашской республики Олег Елугин. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин